всем привет сегодня 4 июня сейчас один сейчас я бегала магазин за ей купить себе кофе и опять бегу на работу всем привет для подписчики канала на youtube что у нас сегодня понедельник 4 уже июня до время уже 12 часов без одной минуты можно сказать я буквально поделал все дела уже с 8 часов утра 8 часов утра я попозже минут на 29 ушел на работу уехал с кассире не видел вчера на на кассире поле половина там с той стороны смотрим еще нет уехал на работу узнал по поводу компенсации там не знаю короче друг шурум бурум на заводе получается не знаю небольшое но это уже потом дождать до 13 июня 15 июня позвонить и мутации потому что не очень обошлось 15 вышли на дорогу их потратил вот после этого доехал в метро надо мной не был удачный проехал что в принципе хотел передал и это же не принципе не все потому что еще ездила потом забыл я для кошки ездил потом уже не взял я фрукты которые очень дорого были яблоки вообще не было яблоки практически все по одной цели 149 29 рублей вот и доехал уже до ленты так да и уже соответственно потом домой так показываю покупки если еще ночь 10 ночь сумбурными надо так это я в магните взял быстро зашел купил фашу по-другому действительно очень вкусные советую вообще 8 разных курса пакетиков пока не знаю понравились там 10 минут на грубо говоря там конечно можно сказать на две порции поделитесь ли совсем по чуть-чуть но если нормально позавтракать плотника хорошо то раз нормальный пакетика хватает что очень хорошие вкусы на ритоши алтайская сказка именно ассортили каш которые там я уже рассказывал магните по-моему 57 рублей 8 пакетов так татьяне взял греческий йогурт на работу магните было 22 рубля нормально считать так дальше я быстро назову что где огурцы в ленте по 39 89 порчатые более-менее убрал много брат места потому что портится на пару раз хватит так это уже давненько не брали все что закончилось у нас не знаю деткам попробовать сентальному отдаст тыквенные веточки сладкие из тыквы с изюм и курагой хорошая марка это овощная лавка читаем что у нас тыквы замороженная рис крупообшонная вода хлопья овсяные изюм и панировочная соль курага сахар бизанская область не знаю дети нравится котлеты то что капустные упал до этого картофельные были по-моему с рыбами с луком вкусные этой марки сейчас у них он метро такса не знаю распродают нами по 70 рублей котлет из чечевицы я беру первый раз ни разу не брал уже эта марка и которых нам понравились посоливать любыми рукам вкусными по одной подлеткой очень сытно так пакеты разные были соль тоже у нас кончилась морская мелкая так это уже клюквенные в клюквенный карамельные доктор фонар если на работа я беру так или трубной батон домой свежий эти как по 999 по мою 89 это в ленте будете кушать мышка еще один карамельный так шампиньонов не помню цену 2 супа ели 7 бобов ой владика любимый суп чаудар 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 и будем делать счастлив с грузой так яблоки не было айдар еда взял хорошие я ждал это 90 рублей так килограмм это не 150 вы еще голду какие-то они мне доверие хотел взять конечно так деткам по-моему по 15 чем-то ему налетить пути-фрути никуда не что осталось на не чуть-чуть его остальные все подъели так и бананы по 49 89 чуть-чуть взял немножко на переход работать яблоки возьму так звонит татьяна все такие покупки и лента немножко магнита и метро так на сегодня я отработала время сейчас уже получит орта 24 наверно я бегу забирать пока я иду домой все заговорилась уже полностью сейчас я иду домой кофе перекушу и потом уже пойду забирать детей из садика вести на занятия соответственно хорошо так стал прям среди дороги машина брендок удачи стала прям посадить дороги не обойти не пройти ее никак на улице жарко прямо жарко около тридцатки наверно завтра дня к сожалению и уже передают похолодание что очень 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 жаль все пришло я к дому пойду кушать и за детьми вероника всем привет так ты что вероника уже успела позаниматься давай мы до дома донесем наше угощение хорошо и лучше илья там помидоры и там помидоры и зелень не трогай помидоры лежат там лежат другом пакете и там как ваши дела саду рассказываете на реку кизы палочку пустую подыми вероника так нельзя делать подыми подыми и выкинь а зачем ты кидала она не была бы грязная сейчас мусорку выкинешь нет девочка моя ты самая кинул на землю вот так мам на зачем таки дала и и злодам мусорки нести все вероника позанималась вернулись за илюший садик твой бодок где-то в этом лежит где-то пакетит дочь а вот сейчас нужен тянатикет газета время нас почти что-то горло разболелась ну зачем на семью за суп оказываешь не интересный кому-то язык смотреть или что же маме помогает пылесос достоин надо сейчас немножко прихожей и зал кухню что ты да ты что там танцуют по детские песенки лучше стоит эти вещи сложи который ты кинула и убери мама сегодня в юбке ходила все наши сразу застирать и евро и все полы подмела везде и всюду один раз отдела ты тоже розовую ушко зала потом да ты моя умница кукусики таня у нас вид изучает состав специй сахерба вообще обалденный запах у них просто сейчас пытаюсь пожарить курицу которую которую покупала вкус вели то есть делила на части помазала а специями солью и сейчас буду ее жарить на оливковом масле а у меня сходится камера кстати сидим встанем пьем кофе готовится курица уже приготовлен салат у меня и обсуждаем с ней тему похудения то есть и в основном тема связано с тем с вчерашним мое мнение которое я и сказала по поводу вообще похудения начнем с того что чтобы смотреть что похудение это не модно сейчас то есть не то что не модно то есть в данном случае это мог речь не о моде конечно везде посты с похудением марафоны с похудением правильное питание на дело в том что кто говорит о том что надо себе во всем отказывать ой плохо видно да у тебя не очень хорошо да и леверенко хватит таскать ведь можно питаться правильно и питаться вкусно то есть никто не говорит о том что как мы только начали разговаривать эту тему у меня села камера продолжим разговор немножечко позже а сейчас мы скоро будем уже ужинать на ужин сегодня я приготовлю приготовлю я пожарю овощную лавку по серёжа тыквенные беточки сладкие с изюмом и курагой очень-очень дешево не знаю что уже называл то есть конечно по цене которые изначально покупать их ну блин как бы дорого с другой стороны то есть если это перевести например на что-то на те же если приготовить самой то это получается очень дешево ну то есть здесь купить все что нужно это уже тыкву все что очень для котлет из любых которые только не возьми попробую сейчас пожарить эти тыквенные беточки детям понравится они либо не понравится либо серёжа будет и сам вместе со мной сделаю им а курица мне как раз на ужин кусочек и зато с тобой на работу возьму сегодня на ужин у детей у нас что вы думаете будет опять пакарон да блин я короче очень сильно сдурила когда я в воскресенье готовила макароны то есть вообще я не шла того момента что владико у нас нету то есть ты не подрассчитал да ты знала свалить по хорошему полпачки бы и ему этого достаточно то есть я это не ем а серёжа макарон сейчас тоже проект особо не есть как бы такие ну не то что такие общем макароны не каши если больше такого плана и соответственно и соответственно получилось так что я брала своему только себе на работу на обед они не кончаются и не кончаются и выкинуть их жалко ведь мы с удовольствием и будем их есть у нас не третий день макароны серии мы за 7 за стол ужин наконец-то наконец-то просто давали что кушай котлетку и получила моя тебя курочки не будешь курочку не как хочешь не хочешь как хочешь я бы есть куртку и сегодня решил заправить салат не салат не салат не салат сейчас тепловая ее а не оливковым маслом а сметаной до мной или что дуя только только это сковородке где-то звезда наша дочь давай мои руки за стол так все укладываем всем спать таня уже ушла домой я как начала разговоры продолжилась с вами немножко позже сейчас вам пока не прощаюсь улажно начала дедок спать сейчас занял владик до поздоровался с малышами безумно соскучился по мелким поговорил с илюшкой поговорил с вероникой немножко сегодня у них был выходной день на футболе то есть они не играли ходили в киев си ходили в кино вау да вау короче провели свой выходной замечательно сейчас у них вечером была тренировка а завтра уже с утра у них сама первая игра в девять часов утра затем после разговора с лазиком позвонила с мамочкой который там находится с ней пообщались как там эти дела то есть все хорошо принципе у деток единственное что мы с ней посмеялись по телефону очень много возмущений было когда они только въезжали гостиницу то есть на лакобол оплачивала ржд так илья вероника и гостиница была такого европейского стиля то есть там было все просто супер где выставляла фотографии в инстаграм кто видел то есть шикарные номера там кровати мягкие диван плазма илья вероника в номере душ там все дела соответственно а на черноземье уже переехали в другую гостиницу которая оплачивалась родителями конечно условия были уже как милая сказала маму я даже одну звезду не дашь я говорю ты что говорю туда приехала говорю извините на курорт отдыхать либо же играть и вот когда переехали только сестру илья вероника я сама себя не слышу то что что такое простите так и сразу возмущение у детей начались ой что то так плохо кровати не такие все неудобно я типа ну короче типа в той гостинице абсолютно не сравнить ну вот так дети уже оценивают поймали звездные болезни звезды так все всем пока пойдем укладывайте лунтиков спать который на луне я не попрощался какой же мы бред несем господи боже до свидания будущее мучка красотка так вложила детей спать у нас сегодня был бесплатный цирк как вы видели в роли или и вероники но зато заснули очень быстро буквально 1-2 минуты и все один и второй отбой сейчас смонтирую наш вчерашний ру вчерашний сегодняшний ролик завтра вы его уже увидите и хотелось бы немножко посетить ситуация про вчерашнее мы его скажем про поводу похудения вообще то есть я посчитала комментарии там несколько комментариев про похудение конкретно то есть что картам может есть что хочет то есть я с этим полностью согласна то есть каждый может есть что хочет речь шла немножко об это не об этом а другом то есть если человек выходя на люди и начинает наносить тону макияжа если человек одевает там тяющие нижнее белье корсет и так далее для того чтобы выглядеть лучше получается он сам себя не устраивает то есть выходя на люди он хочет показать себя лучше чем есть на самом деле а приходя домой смывая всю эту тону макияжа снимает все утягивающие белье корсеты он видит зеркале то что он видит и и речь шла о том что для того чтобы если вы хотите выглядеть лучше над этим надо работать а не покупать те вещи как-то благодаря которым вы можете выглядеть лучше то есть пока девчонки молодые каждая может привести себя порядок каждая может заняться собой и приложить просто усилия для этого чтобы выглядеть лучше а не делать это показуху для людей то есть например моем случае когда я начала худеть все прекрасно видели вы какая я была то есть и причем при этом я считала что мне все принципе нормально то есть у меня все устраивает я что что я мама я только родила то есть и и тем самым я продала свою лень даже больше то есть распыта момент когда я просто для себя зеркало другими глазами и поняла что я не хочу так выглядеть мне не нравится когда у меня висит пузо это когда мы там такие бедра там ляжки то есть мне я поняла что это выглядит просто ужасно просто что я не хочу такой быть там свои двадцать шесть лет кому вот у себя беру этот срок после после вероники после этих родов я бы на что это просто отвратительно смотрится то есть мне это не нравится понимаете каждый человек индивидуально кому-то например его устраивает то то что есть то есть как бы и он не хочет ничего в этом менять и хотя мне кажется ну по крайней мере большинство из тех людей которые я общаюсь с людьми есть также девчонки и в полный то есть в теле то есть никого никогда это не обсуждала то же сама такая же была и неизвестно что будет впереди скажем так зарекаться на на всю жизнь тоже нельзя то есть каждый пытается оправдать свою лень как только может и то же время кажется думать ну да вообще да то есть конечно хочется выглядит лучше то есть хочется тут лучше и тоже время я не хочу ничего для этого делать чтобы выглядеть лучше ты тут разговор шел именно об этом то есть например у каждого свои прелизито в жизни каждый из нас хочется вкусно поесть но опять же питаться правильно это означает что не есть вкусно то есть не я сейчас очень много множество просто блюд которые можно готовить и и при этом питаться еще вкуснее, чем на обычном питании. То есть на всяких перекусах, на всяких булочках, котлетках готовых. То есть имеют в виду покупный там российский отец. Есть такого плана. То есть, естественно, у всех есть занятость. Все мы там в основном, все работают. То есть не всегда есть время готовить. И в то же время купить вместо булочки тот же йогурт на перекус. Это никто никому не мешает. Либо там вместо булочки съесть тот же йогурт с тем же хлебцом, либо кефир с тем же хлебцом. То есть это будет также и вкусно, и в то же время более полезно, нежели обычная булка. Я, например, конечно, тоже грешна, потому что иногда хочется такой гадости съесть, который просто вот, ну, просто тут руки ноги трясутся, например. У меня такие ситуации бывают, например, я селедка. То есть при похудении вообще, в принципе, соленая сильно есть нельзя. Но у меня бывают такие моменты, что я просто умираю, хочу селедки. В этот момент я забываю обо всем. То есть я себе неграмотно не виню. То есть я съела, отвела душу, и я забыла. Но это бывает раз в два месяца, раз в месяц максимум. То есть не бывает то, что я каждый день что хочу, вредного, сладкого, соленого, кислого, мучного. Про булки я вообще уже забыла, когда в последний раз их ела, потому что просто я не вижу в этом необходимости для себя. То есть у них нет ничего абсолютно полезного. Лучше там съесть какой-то там, правда, если что-то хочется, там какой-то тот же хлебец с чем-то намазать, нежели съесть эту булку. Будет так же вкусно и именно полезно. И для фигуры самое главное не вредно. То есть я никогда ни под кого не подстраивалась, например, но говорю как для себя. То есть мне вообще все равно, что про меня кто-то подумает, потому что идеально для всех быть просто невозможно. Я никогда к этому не стремилась. Я стремлюсь именно к тому, что я хочу видеть сама для себя в зеркале, к какому результату я хочу прийти и что я хочу конкретно добиться. Я прекрасно понимаю для себя, что если бы немножечко побольше моих усилий, то есть не лениться, как я иногда это делаю, то я давно бы добилась бы того результата, который я хотела. Но в силу обстоятельств, с которыми же опять я считаю, что я оправдую где-то свою лень, хотя далеко это бывает не всегда, потому что иногда мне реально просто не хватает времени на то, чтобы что-то себе приготовить лишний раз. И опять же я пытаюсь это заменить не какой-то перекусом, булочкой, а чем-то более полезным. Даже тот же кусок сыра с хлебцом и с чаем будет полезнее, нежели перекус какой-то булкой или сосиской. Хотя сама тоже это любила, сама раньше это тоже ела, как бы и не скрывая этого. И все это прекрасно также видели. Мучно мне пришла, сбила с мысли. Пробежала здесь так аккуратненько. Поэтому тут разговор лишь шел о том, что все же я считаю, что молодые девчонки должны выглядеть хорошо. То есть, конечно, я не беру тех примеров, у кого, правда, есть какие-то заплевания, потому что это может случиться с каждым. То есть на фоне гормонального сбоя или каких-то других проблем со здоровьем может развиваться именно полнота. То есть человек может полнеет. То есть я в этом, не дай бог такого никому. То есть, соответственно, я имею в виду, что именно проблемы со здоровьем, не то, что там полноты, а проблемы со здоровьем именно. То есть тут тоже никогда от этого не деться. То есть надо лечиться. Например, у меня есть знакомая, которая пьет гормональные препараты именно при своей болезни. То есть, естественно, наполнеет на них, набирает вес. Но от этого никуда не деться, чтобы быть здоровой, ей это приходится делать. То есть я никогда никого вообще не осуждала за полноту. Но в то же время не понимая девчонок, которые целенаправленно это делают. То есть, например, вот я хочу есть, и я буду есть, и мне все равно. А то, что ты при этом набираешь вес, причем значительно набираешь вес, ведь сама сужу по себе, то есть поначалу это не так заметно, потому что ты ешь, ну, вроде бы там 100 грамм. То есть особенно, если ты не звешиваешься, вообще если сейчас стоит вес, то блин, как-то сразу этого не видно. То есть там 100 грамм, 200 грамм, 300 грамм, 500 грамм. Они не особо всегда заметны. А когда это уже получается плюс 2, плюс 3, плюс 5, плюс 6, плюс 7 и так далее, тогда это уже начинает видно, и тогда это уже становится для кого-то проблемой. Но человек не может становиться. То есть он хочет, ну, блин, ну, я хочу есть, мне это нравится, я это буду есть. а потом последствия могут быть абсолютно ведь разные и в первую очередь все-таки не соглашусь с мнением нашей подписчицы то есть что если не помню сейчас не буду конкретно про то что главное чтобы на здоровье даже человек полный ведь усердно у полного человека проблем здоровья намного больше чем у худого то есть это не то что мое мнение это уже официальная статистика например моя мама тоже была полная то есть и соответственно тоже были свои определенные рода проблемы со здоровьем хотя когда у меня мама была всю жизнь полная то есть она сама рождение было пышечкой и это в свое время то есть когда она была юная свою юность младые годы то есть даже после рождения меня она себе привела порядок то есть она была не была идеальная фигурка замечательная то есть начала наполнять уже был после 40 лет то есть когда начались это именно гормональные изменения позже немножко посерка но после да можно сказать после сорока то есть гормональные изменения то есть этого также никто не застрахован из нас и я не говорю что я там буду всю жизнь там худая там или кто-то другой будет всю жизнь худой от этого нельзя к сожалению зарекаться то есть у всех может быть жизни все что угодно а впихивать себя еду лишь потому что это вкусно и не думая о том что я от этого управляюсь но блин я не знаю моем понимании это неправильно хотя раньше принципе я также думала то есть у меня было вкусно я хотела там съесть шоколадку я съела шоколадку я хочу здесь то а это каждый раз я хочу 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 отражалась на моей фигуре в итоге привело к тому что привело что меня пристало неприятно то что я вижу зеркале то есть поэтому тут у каждого в своем день эту села свое меню как бы никого не хотела ни в коем случае обидеть этим то есть каждый же так считает нужным и то же время что что молодые девчонки должны с собой так не поняла я прикола почему-то у меня выключилась камера сама по себе на этом самому прощаться сейчас быстренько смонтирую влог и пойду заниматься дальше своими делами заниматься мыться и ложиться спать всем пока пока пока